Сочи теплоэнерго станет подразделением Газпрома, а так решат проблему долгов за газ. Об этом стало известно на планерке главы города. Накануне в Адлере сгорел старый дом. Пожар случился неподалеку от Олимпийского парка. Попробовал, как это работает, и получил статью. Сочи не спохитил деньги с электронного кошелька пенсионерки. В Сочи побит очередной рекорд. За одни сутки в перинатальном центре родилось 43 малыша. В Крае может появиться Кубанский союз молодых казаков. Объединить их предложил Вениамин Кондратьев. Губернатор дал поручение своим заместителям проработать этот вопрос. В союз могли бы входить казаки от 7 до 30 лет. Подобная организация должна стать объединяющим патриотическим движением. Глава региона также отметил, что союз молодых казаков мог бы заниматься и просветительской работой с детьми. Например, с помощью путешествий изучать родной край. Вениамин Кондратьев предложил продумать и систему льгот для участников подобного объединения. Новороссийский кадетский корпус вновь признан лучшим в стране. По итогам всероссийского конкурса он занял первое место. Сегодня образовательному учреждению вручили переходящее знамя президента. На торжественную церемонию приехали председатель совета при президенте по делам казачества Александр Белов, министр образования России и губернатор Кубани. По мнению Вениамина Кондратьева, сегодня в истории Новороссийского казачьего корпуса открывается новая страница. А передача знамени Верховного главнокомандующего – это признание заслуг кадетов. Кубанский преподаватель стал лучшим в России. В конкурсе «Учитель года-2016» победил Александр Шагалов из Армавира. В родном городе он всего три года ведет уроки русского языка и литературы. Однако, несмотря на такой скромный стаж работы, смог обойти соперников в главном педагогическом конкурсе. Молодого учителя в своем микроблоге поздравил Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, вдвойне приятно, что Александр Шагалов – сам выпускник Армавирского вуза и пример кубанской молодежи. «Учитель года-2016» наш. 26-летний Александр Шагалов преподает русский язык и литературу в школе номер 7 Армавира. Поздравляю с победой! Вдвойне приятно, что филолог и поэт Шагалов – сам выпускник Армавирского вуза и пример кубанской молодежи. Работает на родной земле. Ждем победителя дома! Награду в Кремле Александру Шагалову лично вручила вице-премьер Ольга Голодец. Всего же в конкурсе участвовало 85 учителей из всех регионов страны. В Сочи сегодня тоже чествовали учителей. В Зимнем театре состоялось мероприятие, организованное силами самих педагогов. Поздравил всех учителей, наставников и тренеров глава Сочи Анатолий Пахомов. В фойе Зимнего театра развернулась настоящая съемочная площадка советских кинофильмов. Главные гости торжественного мероприятия, посвященного Дню Учителя – трус, балбес, сама кавказская пленница, Иван Грозный со шпаком, всегда влюбленный герой свадьбы в Малиновке и еще масса учителей, директоров и завучей в роли известных киногероев. Тему учительского капустника определил год кино. Год кино же, поэтому мы отреагировали нормально, мы любим советские фильмы и мы любим отдыхать. Потом мы и директора, и учителя. Учителя – это веселый народ, поэтому мы таланты на все руки. Уже более миллиона просмотров. На сцену те же герои вышли в свои обычные роли – роли учителей, воспитателей и директоров сучинских школ и детских садов, хотя сами виновники торжества эту роль считают призванием. Есть лучший педагог дополнительного образования, есть самый лучший директор в этом году. В общем, мы проводим конкурсы, я наверняка что-то забыла, самые классные – классные, конечно же. Мы проводим конкурсы ежегодно, а сегодня мы просто веселимся, мы поздравляем всех. Наши педагоги – это универсалы, которые умеют делать все, воспитывать, обучать самым сложным дисциплинам. Ну и, конечно же, веселиться, и сегодня это видно. Самых творческих учителей, которые учат детей не только знанием, но и чести и достоинству, способности творчески мыслить, принимать самостоятельные решения, мэр Анатолий Пахомов наградил знаком отличия за безупречную службу городу Сочи. И отметил, что педагоги – это золотой фонд страны. А подарок к следующему дню учителя у градоначальника уже заготовлен. Мы, власти, просто обязаны поддерживать вас и путем повышения заработной платы, и путем создания благоприятных условий для жизни. И хочу сказать, что за последние пять лет наши учителя получили 225 квартир. И это не поведение дотов, а задача на будущее. И обещаю, что в 2017 году мы построим жилой комплекс в Лазаревке на улице Малышева. И 25 квартир тоже будет передано учителям Лазаревского района. И целеустремленных, и благодарных вам учеников. И, конечно, добрых и понимающих родителей. С праздником вас, дорогие девочки! Праздничную часть концерта открыли ученик с учителем Данил Плужников со своим педагогом по вокалу. Далее домашние задания продемонстрировали сами директора сочинских школ. Не ради славы, не ради забавы, не ради власти, не ради награды. Мы делаем наше нелёгкое дело, подлезли до бывлости. Да, какая работа, иначе нельзя. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Продолжаем. Накануне в Адлере сгорел старый дом. Пожар случился вечером неподалёку от Олимпийского парка. На улице Перелётной горели старые бараки, дом номер 3. Столб огня поднимался метров на 15. Жертв нет. Обитатели барака задолго до этого были расстелены, получили новые квартиры. Как сообщил начальник сочинского гарнизона пожарной охраны Алексей Колодко, причиной возгорания стал поджог. В ночь со вторника на среду воды не будет в нескольких районах Сочи. На водоводе по улице Пластунской в районе автозаправки «Волга» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 21 часа 4 октября возможно пониженное давление вплоть до полного отсутствия холодной воды в микрорайоне Макаренко, на улице Пластунской, за вокзальном районе, в посёлках Верхней Юрты и Соболевка. Ориентировочное время окончания работ – 10 утра четверга. В Казани и Дальний Восток вышли в лидеры в финальном голосовании за символы для новых банкнот Банка России. Сочи на третьем месте. На это сегодня обратил внимание Анатолий Пахомов во время планерного совещания. Расскажет Елена Овсецина. Каждый сочинец и неравнодушный курортному городу человек может проголосовать. А символы для оформления новых банкнотов 200 и 2000 рублей могут украсить изображение розы Хутор и Олимпийского стадиона Фишт. Но это в том случае, если Сочи выйдет хотя бы на вторую позицию. Глава города попросил еще раз тех, кто не проголосовал на сайте твоя-россии.рф отдать свой голос за курорт в Сочи. Затем планерка продолжилась обсуждением текущих городских проблем. Своевременный вывоз мусора, ремонт дорог. А сейчас Сочи капитально ремонтирует 33 дорожных полотна. Ямочный ремонт производится на 26 дорогах. Подготовка к зимнему отопительному сезону. В Сочи 1702 многоквартирных дом, и из них 1697 готовы к централизованному отоплению. 123 учреждения в социальной сфере присоединены к сетям Сочи Теплоэнерго. Кстати, эта организация будет теперь передана в управление Газпрому. Это решит проблему долгов за газ и позволит предприятию модернизироваться и выйти на более эффективный уровень развития. Сейчас надо самое главное во всем этом деле разобраться. И самое главное, что меня радует, что наши жители от этих перемен не будут страдать. При тех менеджерах, как вы помните, все время страдали. Отключали нам тепло, газ. Каждый раз бюджет города добавлял по 200 миллионов. Недоволен глава города тем, что решить проблему несанкционированной торговли так и не удается. Это несмотря на то, что по его инициативе созданы торговые и социальные ряды. Которые в одночасье стали использоваться другими. Я вам говорил, сколько нужно социальных рядов, столько и поставьте. Пусть нашим, но надо, когда ставите социальные ряды, сразу же определить правила игры. Что там должны быть исключительно наши жители. Именно те, которые престарелого возраста, которые там ведерко продают. Чтобы другие предприниматели, которые уже на бытке, например, я видел там уже. Вместо этих бабушек там стали такие крупные ребята, известные коммерсанты наши. Которые говорят, а чем мы хуже? Тем, что вы не пенсионеры. Не хватает традиционно в Сочи парковочных мест. А машины люди покупают с завидной регулярностью. Особенно после удачного курортного сезона. Задача, которую ставит глава города перед главами районов и ГИБДД, помогать в организации парковочных мест. Скорее всего, будет существенно расширена парковка в районе Фабрициуса. А сегодня в 6 часов утра в городе для органов исполнительной власти, местного самоуправления организацией, в том числе взрамниц города и учебных заведений, началась всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Отрабатываются навыки поведения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В том числе запланированы учебные эвакуации. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Более 200 миллионов рублей из краевого и муниципального бюджетов выделено на ремонт и содержание сочинских дорог. До конца года на курорте планируют отремонтировать 32 дороги во всех районах города. Еще 46 улиц ждет ямочный ремонт. Впрочем, дороги ремонтируют не только за счет средств бюджетов разных уровней. Так, например, улица Ломоносовская в Хостинском районе получила вторую жизнь благодаря помощи местного предпринимателя. Все подробности в нашем следующем сюжете. Сентябрь 2016-го теперь войдет в историю улицы Ломоносовской, говорят ее жители. Ведь именно в сентябре здесь провели капитальный ремонт дороги, какого она не видела много лет. Юрий Дроздов живет на Ломоносовской с 2010-го. Помнит только ямы и ухабы. Теперь это в прошлом. Настоящие 800 метров гладкого полотна. Есть кое-какие еще у нас рабочие варианты. Да, мы сносим тут незаконные постройки, будем доделывать, благоустраивать. Но самое основное, то что полотно практически новая дорога, это называется, знаете, возрождение этой улицы. Оценить проделанную работу на Ломоносовскую приехал глава города Анатолий Пахомов. Оценить и поблагодарить предпринимателя, который вложил деньги в ремонт улицы. Он не просто залил ее бетоном. Рабочие уже заканчивают прокладывать ливневки. Попутно с улицы убирают незаконные строения, старые гаражи. Процентов 20 улиц города, оно делается за счет как раз вот таких подрядчиков, которые либо строят, либо бизнесом занимаются. Спонсорская школа, Ишевская, она достаточно эффективно у нас работает. Предприниматели в городе Сочи много делают. Очень много делают. Ремонт Ломоносовской, говорит мэр, отличный пример социальной ответственности сочинского бизнеса. Но ответственными должны быть не только предприниматели, но и сами жители. Мусора у дороги и на территориях частных домов быть не должно. Наша задача, мы приведем порядок ливневки, дороги, обрезку деревьев здесь делаем. А ваша задача привести в порядок свое жилье. Это в принципе и мотивация, потому что, ну как, во-первых, жить по-человески, в красивом домике, в дворик должен быть вычищенный. Ломоносовская – это лишь одна из улиц, приведенных в порядок. На ремонт и содержание сочинских дорог из краевого и муниципального бюджета выделено более 200 миллионов рублей. Рассказал во время рабочей встречи директор управления автодорог, первому заместителю главы города Сочи Мугдину Чермиту. Губернатор подписал постановление, в котором городу Сочи выделяется около 200 миллионов на строительство автомобильных дорог в городе Сочи и 134 миллиона на содержание автомобильных дорог города Сочи. По содержанию это Эстасадок, Красная Поляна и Меретинская Низменность. По ремонтам, значит, мы имеем 32 дороги во всех четырех районах. Сейчас проходит процедура торгов, определяется подрядчик. В планах выполнить все работы до конца года. Еще 26 миллионов из городской казны потратят на ямочный ремонт. В списке 46 улиц, расположенных во всех четырех районах курорта. Сейчас начались ремонтные работы на федеральных автодорогах. Это Кудепстинские мосты, это Мацестинский тоннель. Надо, чтобы дорожная сеть, которая в ведении муниципалитета, не отставала. Как только пройдут торги, надо будет сразу приступить к этим работам и использовать каждый погожий день. В 2016 году Сочи принял более 220 крупных мероприятий международного и федерального уровней. А уже в следующем таких событий будет более 300. То есть вырастет нагрузка в том числе и на дорожную сеть курортов. Поэтому все полторы тысячи километров сочинских дорог нужно содержать и вовремя ремонтировать. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, Максим Ковригин, телекомпания ФКТ. На курорте обсуждается здание Сочинской инновационной долины. Проект новой городской среды предлагают участники первой международной конференции стартапов. Здесь же для начинающих предпринимателей, крупнейший игрок экономического рынка страны, российская венчурная компания проведет специальный семинар. В рамках конференции «Стартап-пляж» будет подведен и итог всероссийского конкурса IT-стартапов «Море идей на берегу моря», собравшие 250 проектов со всей страны. Победителями стали три компании, которые предложили по-новому взглянуть на привычные вещи. Например, одни стартаперы презентовали инновационные методы управления своим жильем. То есть бизнесмены предлагают участвовать в вопросах обслуживания жилфонда из любой точки при наличии интернета. А еще основатели инновационных проектов подготовили современный вариант сервиса бронирования как номеров в отелях, так и билетов на различные развлекательные мероприятия. В стартап направлении, в стартап движении, конечно, одним из самых главных факторов являются какие-то революционные изменения в существующей отрасли или иногда даже в какой-то новой отрасли, которой раньше не было. Вот эти решения позволяют в разы, а иногда в десятки раз улучшить какие-то показатели. Те три компании, которые победили на сегодняшний день в нашем конкурсе, они вносят очень серьезные изменения в ценностное понимание сервиса. Ну и как для города Сочи, как туристического, это, мне кажется, очень хорошо. Самая ожидаемая презентация на конференции стартап-проектов, то есть инновационных идей – Сочинская инновационная долина. Это российский аналог американской Кремниевой долины, который станет новой точкой экономического роста города и всего региона. Я сейчас пытаюсь наших экспертов привести к тому, чтобы они доказали, что в Сочи есть территория проживания, есть разные мнения. В Сочи есть территория для работы, тоже разность мнения. Кто-то говорит, что в Сочи не существует, грубо говоря, некое сообщество, которое готово что-то продвигать и делать. Разность мнений. Сейчас мы пытаемся понять, что же действительно существует в Сочи. Если есть такая тяга к изменениям, значит, тогда что-то будет происходить. То есть по нашей задаче сейчас понять, есть ли это сообщество и здесь, и готово ли оно сформироваться. Наличие оригинальной идеи и свободная никем не занятая ниша. Плюс инвесторы готовы и вкладывать инвестиции в молодые, но весьма перспективные начинания. Именно такая схема приходит на смену медлительным крупным корпорациям и их устаревшему продукту, уверены участники и организаторы первой международной конференции стартап-проектов. В Сочи задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве. В дежурную часть Лазаревского района обратилась 70-летняя женщина. Она рассказала, что с ее счета электронного кошелька были похищены свыше 5000 рублей. Выяснилось, что на электронную почту потерпевшей поступило письмо с сообщением, что счет ее электронного кошелька заблокирован. Для разблокировки требуется сообщить данные счета и код доступа. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что с ее счета дважды были списаны средства. Личность возможного злоумышленника была установлена. Подозреваемым оказался 25-летний житель Лазаревского района. На допросе он осознался и пояснил, что хотел проверить, как работает схема взлома электронных кошельков. О том, что потерпевшая оказалась пенсионерка, он узнал уже после того, как похитил деньги. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. И к другим новостям. В сочинском роддоме побит очередной рекорд. За одни сутки в городском перинатальном центре родилось 43 малыша. А накануне вечером на свет появилась тройня, вторая за год. Ознаменовано это событие еще одной приятной новостью. Врачи сочинского родильного дома стали обладателями Всероссийской премии перинатальной медицины «Первые лица». Слово Инги Габешия. «Первые лица» – это единственная премия в области перинатальной медицины. Оттого и такая престижная. Сочинский роддом стал лауреатом в номинации «Образовательный проект года» на курорте. Школа по подготовке к родам, которая является тем самым образовательным проектом, признанным лучшим в стране, работает с 2005 года. Мы действительно благодаря этой школе стали носителями той полезной информации для будущих мам, пап, бабушек, дедушек. И научили наших мам очень и очень многому. Рассказали о том, что роды – это процесс, к которому нужно готовиться. Рассказали о том, что грудное вскармливание – самое лучшее питание для младенца. Оценка нашего труда, на самом деле, для нас очень много значит. Потому что весь коллектив живет одной единой целью, единой мыслью, чтобы мамы и детки были здоровы. В копилку наград врачей перинатального центра добавился и диплом Георгия Георгадзе, заместителя главного врача 9-й горбольницы. На Всероссийском форуме акушеров-гинекологов он был отмечен премией «Мастерство». Но сами медики счет ведут не к кубкам и наградам. Здесь регулярно подсчитывают количество новорожденных. И, судя по последним данным, здесь побит очередной рекорд. Только в один сентябрьский день акушеры-гинекологи помогли появиться на свет 43 младенцам. Такого отмечают врачи. В Сочи еще не было. Это в два раза больше обычного. Вообще мы отмечаем за последние годы неуклонный рост рождаемости в городе Сочи. А последние три месяца – июль, август и сентябрь – ежемесячно количество рожденных детей превысило более 700 каждый месяц. Это тоже рекорд города. Популярность нашего города вообще возросла. И очень много людей со всей нашей родины, с Россией, которые решили переехать и вместо своего жительства постоянно избрали город Сочи. Но не успели прописаться. Поэтому на документах они пока сургут, Новосибирск, Новокузнецк, Петербург, Москва. Но они уже сочинцы и дети, рожденные здесь. Это уже тоже полноценные сочинцы. 7777 детей – таков рекорд 2015 года. Но, судя по сентябрьскому бэби-буму, урожайным окажется и 2016-й. Отрадное и то отмечают медики, что число детей в сочинских семьях растет. А количество чересчур юных мам, напротив, сокращается. И это тоже результат работы социальных проектов. Инга Габейшая, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. Горячая линия по ЕГЭ заработала в Сочи. Ею могут воспользоваться выпускники прошлых лет, студенты учреждений среднего профессионального образования, ученики иностранных школ, которые желают принять участие в сдаче итогового сочинения и единого госэкзамена в 2017 году. Все, кто планирует пройти испытания в конце этого учебного года, должны уже сейчас обратиться по указанным телефонам. Специалисты ответят на все интересующие вопросы и подскажут, какие документы и в какие сроки надо подать. В Сочи разыгрывают Кубок России по футболу. За трофей турнира борются команды из разных регионов страны. На полях Центра подготовки национальных сборных команд по футболу «Спутник Спорт» играют 17-летние футболисты. Сегодня состоялось официальное открытие финального этапа турнира. На футбольных мацестинских полях собрались 15 команд, они разбиты на 4 группы. В первый день итогового состязания сыграли футболисты из Ярославля, Мордовии, Санкт-Петербурга, Ижевска, Красноярска, Челябинска и других регионов России. Поездка в Сочи для многих команд была утомительной. Тем не менее, на поле каждый игрок выкладывался по максимуму. Юношеский состав клуба «Ротор» совсем недавно играет в третьем дивизионе, но уже показал свой рост. В первом матче волгоградские футболисты обошли Челябинских со счетом 6-1. Наши ребята потехничные. Хотя и челябинцы организованы, но мы более организованы. С кем сейчас еще предстоит сыграть? Шинник Ярославль, Мордовия, Саранск. Это в группе. Ну и попадем в финал, будем в финале играть. В день на футбольных полях будут проходить по 8 встреч. Соревнования обещают быть зрелищными. Ведь на этом турнире у футболистов есть хорошая возможность показать себя и войти в профессиональный состав команды. В плане спортивного совершенствования, согласно Единой всероссийской спортивной классификации, которая утверждена Министерством спорта Российской Федерации, игроки команд, занявшие здесь первое и третье место на этом турнире, получают право на присвоение звания кандидатов мастера спорта по футболу. Сегодня прошли встречи в группах А и Б. Матчи финального турнира Кубка Российского футбольного союза среди клубов футбольной национальной лиги и профессиональной футбольной лиги завершатся на следующей неделе. Финальная игра и матч за третье и четвертое место пройдут 13 октября. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Красной Поляне выбрали «Царя горы». Там прошли соревнования серии «Хард эндуро». Побороться за звание «Царя горы» в горке город прибыли спортсмены из Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, Москвы, Ставрополя, Первоуральска, Геринжика и Светлограда. Гонка была непростой. Во-первых, гонять пришлось не просто по горным кручам. Часть из них уже засыпал снег. Во-вторых, нужно было преодолеть добавленный в этом году участок в восточном секторе, включающий прохождение противоловинной дамбы. На этом участке и отсеялась в первый день половина спортсменов. Трем десяткам гонщиков удалось преодолеть трассу общей протяженностью около 14 километров от отметки 960 метров до высшей точки курорта, 2300 метров над уровнем моря, пика Черная пирамида. В разработке трассы принимали участие чемпионы по кантри-кроссу и мотокроссу Сергей и Александр Иванютины. Первым покорил гору краснодарец Сергей Белокрылин. Он прошел трассу всего за 26 минут. Кроме короны, подтверждающей статус царя горы, победитель получил и денежный приз 100 тысяч рублей. На втором месте оказался сочинец Николай Иноземцев, чемпион соревнований прошлых двух лет. Его результат – 33 минуты. В следующем году организаторы планируют расширить программу соревнований, включить в официальный зачет старты на квадроциклах. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok